Историческая программа «Сделанная в Вятке» в эфире. Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметалин. Поясню, что, несмотря на то, что именно «Сделанная в Вятке», наша передача называется зачастую, мы затрагиваем темы, которые связаны уже с городом, который называется Киров. Называется он, напомню вам, с конца 1934 года. Я приветствую гостя нашей студии. Это Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук и ВятГУ, президент Вятского ветроклуба. Евгений Альбертович, добрый день. Здравствуйте. Да, снова мы с вами в этой студии. Надо сразу же обозначить тему нашей передачи. Не так давно мы с вами говорили о том, как строился, как развивался Киров, да, на протяжении вот советской эпохи практически всей. То есть люди работали, трудились невыгомонно. А тут недавно мне на ум пришло, давайте поговорим о том, о как люди отдыхали. Как они отдыхают. Тем более, что у нас впереди выходные. И воспоминания об ушедшем отдыхе. Впереди выходные. Об ушедшем летнем. И мы прекрасно понимаем, что сейчас, это действительно так, да, сейчас у современного жителя Кирова намного больше возможностей, где и как отдохнуть, да. Десятилетия назад круг этих мест и круг возможностей был совершенно меньше. Тема сегодня я обозначил, как отдых советского гражданина в послевоенное время на примере нашего города. На примере Кирова. Интересно, попробуем сейчас вспомнить. Ну, конечно, отдых он занимал гораздо меньше сознания человека, чем сейчас, потому что и отдыхать-то особо было некогда. Например, 1 января стало выходным днем в 47-м году. Вдумайтесь только, слушайте, 1 января выходным днем в 47-м году. Ну, вообще, в ту пору был мой год, считался больше детским праздником, а такую культовость он получил, пожалуй, после выхода фильма «Карнавальная ночь» в 58-м году. Ну, вот тогда уже действительно стало. А так, был один выходной день, и суббота стала выходным только с 1967-го года. Это во всем союзе тогда? Да, там, тогда перед этим был 7-часовой рабочий день и суббота рабочая, а с 67-го сделали 8-часовой рабочий день и субботу сделали выходным. Вот тогда появилась какая-то база для отдыха. Причем следует учесть обстановку, когда не было транспорта, не было садов, не было за границей и отдыхали. Ну, вот первые упоминания, конечно, там до войны, это все, пожалуй, были предоставлены сами себе, а первый какой-то организованный отдых. Даже эти были электротеатры, ну, кинотеатры, да, еще до военного времени? Это, да, это общий такой, общий мировой прогресс. Ходили люди зимой, катались на коньках, там на лыжах. Были развлечения для избранных, это типа охоты, может быть, даже было, это рыболов, да, общество, северное общество охотников-рыбаков, вятки. Вот, но это все, в общем-то, было такое малоорганизованное отдых, это больше клубы по интересам, а вот уже массовый отдых, в том понимании, в каком это сейчас происходит. Ну, пожалуй, после войны началось первое упоминание о каком-то организованном выезде на природе, это, пожалуй, еще 30-е годы. Это Заречный парк. Тогда не было моста, естественно, ходил паром, тащил его буксир-пароходик Митя, который... Митя? Митя, с 35-го года он стал называться кадровик, почему-то. Вот, и паром, и Заречный парк, причем антураж такой был, тащили с собой самовары и патефоны, еще раньше и граммофоны, наверное. Это распространение как раз в 30-е годы прошлого века, да, получилось? Да. Это семьи или это трудовые коллективы? Семьями, друзьями, группами, вот атрибуты самовара, я думаю, в Заречном шишек можно было найти, но интересно бы посмотреть, вот так, пройтись по тропинкам, как вот, в ту пору, ну, а в принципе, ничем не отличалось, конечно. Но этот Заречный парк, кстати, он вот так стихийно стал местом отдыха. Тогда еще не предпринимали для его благоустройства, как я предпринимал. Там что-то было, продавалось, нарзан, пиво, но все-таки развитие получил в 50-е, мы доберемся до этого. Вот это был такой летний отдых, потому что дач и прочего еще не было, и куда деваться в отпуск. Хоть и говорят, что вроде ностальгия по СССР, каждый советский человек мог там за свою зарплату легко слетать куда-то в Крым и легко там съездить в отпуск на море, вот жить в сарайчике, но на эту тему есть масса анекдотов, есть даже пословица, что такое отпуск в СССР. Это месяц на море и полгода на мели. То есть не так все просто было и однозначно. Но вернемся к Ирэву. Замечательное время, 50-е годы. Тогда еще один выходной день, но люди проводили очень плодотворно. Давайте напомним. Начнем со взрослых. Да, чем занимались? Конечно, в ту пору, ну, классик, не помню фамилию, но кто-то все-таки очень серьезный человек сказал, что веселье на Руси есть пяти. Поэтому без этого не обходилось, но тем не менее были. Очень хорошее, симпатичное заведение. Еще в 50-е годы все это великолепнейшим образом описано у нашего писателя Евгения Мельчакова. Вот есть, ну, замечу, что в 50-е годы считались культовые рестораны. Это ресторан на станции Иров-2, где готовили отличных цыплят. А причем все это было дешево, доступно, и все. Ресторан был... А где он, кстати, располагался? Вот мы смотрим на ЖД-вокзал, да? Или тогда еще не... Нет, это Иров вот этот, Иров-2. А, здесь, например, Преображенцев. Прямо там, да, до недавнего времени был. Туда ездили люди, которые любили хорошую кухню и отбывали в этот ресторанчик. Потом было заведение у нас в старом аэропорту. Вот, в городе, кстати, даже в ту пору пиво было далеко не всегда. Старый аэропорт это... Это что? Старый аэропорт Итаганино. Это сейчас вот территория, застроенная... Это был старый аэропорт по той дороге. Там тоже был неплохой ресторанчик. Люди, чтобы автобус ходил, ну, наверное, не так уж часто, но выезжали вот это в 50-е годы. Был неплохой такой ресторан или ФР на Дебракадере, который сейчас Титаник. Он стоял вот так в качестве речного вокзала. И там на втором этаже был... Это даже я помню совсем маленький был такой ресторанчик. И очень было приятно сидеть на столике с видом на Вятку. Вот жаль, что сейчас-то их нету. Я совсем... На берегу там есть все-таки какие-то заведения? На берегу Вятки, говорят, есть какие-то заведения? И вот идешь, 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 от вечного огня по набережной. Там прямо на таком отвесном берегу, на сваях, тоже был летний ресторанчик. И так сказал Евгений Александрович, что что еще надо для счастья, когда в тихий майский вечер ты сидишь на балконе ресторанчика в приятном обществе, в кругом погода, хорошая игра, музыка, а внизу проплывают в огнях пароходы, идет жизнь какая-то. Действительно, была такая у нас возможность в парках отдохнуть и все. А вот если еще вспомнить этот ресторанчик на Дебаркадере, то я совсем малышом, я там впервые пробовал суп из пакета, это в ресторане, потому что у меня очень... Суп из пакета. Дома не было, были первые пакеты, они стали появляться в 60-е. Мне очень интересно было вот этот макарон в виде звездочек. Вот поэтому не захотелось. Боже мой, какая мелочь, и она так вгрызла в память, да? По тем временам так было всего немного. А, кстати, правда любой гражданин, любой житель, любой рабочий кировский мог пойти в выходной день в ресторан? В принципе, да. В принципе, но туда было... Я к тому, чтобы был достаток. Но туда было... Он только зарабатывал, чтобы туда пойти. Или это недорого было? Нет, достаток был ниже среднего, но и цены были не ломовые. И готовили хорошо, порции были огромные, алкоголь не имел уж такой наценки, поэтому там раз-два в месяц люди могли позволить. Но вот такое интенсивное развитие ресторан, ну, закончим ресторанным делом, а потом другим видом отдыха, да? У меня там еще вопрос. Летний или зимний тогда, ну, про всякие поговорим. Но, в общем-то, ресторанный отдых, это, пожалуй, все-таки больше... В 60-м годах, 70-м, это больше был молодежный отдых такой. Молодежь? И в рестораны у нас было не попасть. Если взять, вот, к примеру, конец 60-х, начало 70-х, то это всегда были огромные очереди. Ресторанов у нас было не так уж много. Это была, конечно, Россия на первом месте, на втором месте, пожалуй, у нас считалась «Русская тройка», которую называли «Кнюшня» тогда, вот, может, от этого перенос названия произошел. Ну, похуже считалась «Вятка», в «Вятке» был еще балкон, на втором этаже. В «Вятке» гостиница. Да, гостиница, да. Там был двойной такой ресторан, на втором этаже балкон. Потом еще похуже считался ресторанчик, это «Юбилейный», это «Ни-Тяжмаш», сейчас торговый центр, там это «Арла Моркса» и «Пролетарского», и совсем уже такой, ну, не очень рейтинговый считалась, это «Комета» на Ленина. Это где? Туда уже шли, а это где был какой-то огромный гастроном, «Континент», да, по-моему? Континент, да. А сейчас какой-то джинсовый магазин, это на остановке, там было. Рядом в Севоронье. Это когда люди не попадали туда или туда или туда. Подождите, дурацкий вопрос задам, а зачем в очередь в ресторан стоять, что-то кушать хочется или ради престижа какого-то? Нет, там же музыка, веселье, а чем заняться? Там, в принципе, их не было ни вечерних клубов, не было ни дискотек, их-то это сейчас. Идешь по улице, например, Московское вечернее время и смотришь, кругом гостеприимно распахнутые двери, нагорят огни, и ФЭР работают, там вся М-пиццерия сидят там, умирают два официанта, и полтора посетителя, пожалуйста, заходи, и все. Тогда было наоборот, тогда не попасть было. Поэтому всякими правдами и неправдами старались дружить с музыкантами, которые могли там пропустить еще с кем-то с администрации ресторана. А так вот попал, не попал, все, двери закрываются, как там этот, очень же хорошо сказано у Маркаревича, но народоскопление не имеет значения, за дверями Швейцар, неприступен. Это все были такие крупные дядьки, действительно, не все. Нет, были и мелкие, например, вот в 70-е довольно мелкие все, я не помню, что у вас Анистова, Породистова, что-то брали, ну, может, из бывших спортсменов и чего-то, ну, в принципе, вначале была какая-то культура в ресторанах, даже ресторанный шансон такой был оттуда, вот, из 70-х пошли, ну, и одесские песен играли, и наши перепевали по заказу «Прилетит волшебник в голубом вертолете» и что-то там, ла-ла-ла, и, пожалуй, оставит нам в подарок бутылочка 100. Это вот ресторанный шансон. Ну, Соломон Борисович, ты тут был законодателем, или, ну, микроплазию, конечно, его, может быть, что-нибудь они там делают. Бесторан России, ну, вот, честно говоря, там не помню, а совсем другие люди. Причем меня почему-то всегда принимали в ту пору за музыканта из России, и ни раз и не два пытались на улице броситься в объятия. И это люди, и говорили там, чувак, ну, ты вчера классно лав-бал там на сарсофоне в России. Я до сих пор не знаю, что за музыкант был. Но люди считались очень какими, особенно когда мы студенты, ходили с портфельчиками в школу, и хотелось в ресторан, как давно в там захолустном ресторане, где с пятеркой на ура громыхают с топорями, а то не до пяти с утра. Вот точно так же. Пять рублей, стипендия сорок рублей, не пять рублей, всегда можно было раз в месяц позволить. Это хватало на салат, на какую-нибудь сардельку с гарниром, вот не поверить о сардельке в ресторане. Ну, лишь бы чем, вот и что-то тут. А потом уже всё это стало терять. В 80-м уже превращалось, ну, если не в гадюшники, то около того, например, не могли уйти, не оставив дежурного за столом, потому что во время танца воровали водку со стола. Это было и вят, и потом в России. Вот культура народа падала. А честно говоря, были рестораны и в войну. Ну, вот для кого-то война, это голод, холод, лебеда, крапива, ничего нету, но были коммерческие рестораны. Ну, то есть в первом очереди элита пользовалась этим? Были, да. Партийные работники, чиновники, руководители? Да, это тыловые военные, видимо, военпреды. Были, видимо, цены, были и магазины коммерческие, конечно, где по запредельным ценам было масло, даже икра, там крабы, ещё что-то. И вот были рестораны, где были в войну вперед, дамы в золоте, в мехах, и это люди в погонах, и это гражданцы. А вот об этом, кстати, ещё ждёт своего исследователя, что и кто в войну у нас в городе жил хорошо. Ну вот. Ну что, закончили с ресторанами? Да, пожалуй, хватит. А, кстати, ещё один вопрос. Та же элита, партийные работники, они тоже по ресторанам любили? Известно? Да, верно, судя по тому, что Ильичаку, у него очень забавно описано, когда он работал уже строительным начальником, и они выполнили план, им дали большую премию. И вот они поехали в один ресторан, заказали это, 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 там, салон, где-то, и вот, ну, не в кайф не идёт. Потом в другой, деньги некуда было тратить, а потом просто зашли в родную, любимую, забегало, где давали по 100 грамм, и горячий пляж, и с ливером, и вот только тогда наступило счастье. Ну, давайте теперь о здоровом отдыхе. Давайте о здоровом, о здоровом, мы на свежем воздухе, да. На свежем воздухе. Как летом, так и зимой. Летом у нас всё-таки до 60-х годов большое значение приобрёл пляж и Заречный парк. Вот, тогда в Заречном были, зимой была лыжная база, летом было лесообозрение. Мост старый как раз-таки в 60-е годы. Мост был деревянный, деревянный мост, и поэтому, когда выходной день наступал, и с утра по этому мосту, там была, ну, очень сильная нагрузка на него, люди прямо рядами клонными шли, 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 шли. Деревянный понтон. В середине были понтоны. Понтоны, угу. А так деревянный мост, и вот люди шли мимо Трифоново монастыря через реку. Очень нехорошую речку Хлынов, она была нестерильная в ту пору, вот. Одно время там какой-то, его назвали в местной прессе «ГУЛАГ для зверей», это какой-то зоопарк. Вот за Речь Хлынов заезд же располагался, это было ужасное зрелище. Вот по пути в Сипильевуду был родничок у Трифоново монастыря, где вот сейчас там купель у них, все, он прямо на улицу убегал. А перед, где-то там уже мостом была стабильная, это еще в 70-е годы, стабильно работающая Забегалов, такой релиз из 60-х, это под названием «Голубой Дунай», это пивная в виде. Голубой Дунай, господи. Кто это придумал? Голубого цвета была песня, видимо, «Голубой Дунай», это пивная расселива голубой, цвета голубой. Ну ладно, мы опять скатились в нездоровый отдых, люди шли на пляж, и в Заречном парке всегда были мероприятия. Там вот сейчас забыли такое, черное озеро, а от этого озера, наверное, осталось уже одно болото, а еще в 60-е это был действительно довольно обширный водоем, и отдавали водные велосипеды, это было новинно. Подождите, это еще на нашем берегу, в реке Вятки? Нет, это вот в Заречном парке, где-то у Сосин было, Черное озеро, и по этому озеру, сейчас там, пожалуй, нет тина, там болото, а тогда плавали, полного было у Сен, Заречный парк, не поверите, вот даже такие места, как парк, вот этот, Уцир, парк Миникирово, да, Миникирово, парк Миникирово, да, Соловьевский, все склоны, там был овраг, еще прудов не было, то все склоны и все близлежащие подходы были усеяны загорающими телами, то есть люди, если там не успевали или не попадали, то они шли загорать, вот. Именно туда? Именно туда, да не только туда, там, в принципе, вот если школьники на каникулах были, им тоже, например, на пляж они ходили суббота-воскресенье загорать, то обычно вылезали на крыши, выносили из собой это одеяло, и вот на хрущевках, на крышах, там придавались как бы пляжным таким развлечениям, загару, по крайней мере, а в основном пляж вот это, дач не было, у многих 60-х транспорта не было, поэтому куда, и вот на пляже играли, волейбол с утра до вечера, купались, конечно, в Заречном, вот, были торговые точки, зимой тоже в Заречном, были лыжные базы, люди ходили на лыжах, кто-то сейчас, уже вот я встретил людей, которым около 80 лет, у них вот, уже такой рефлекс, они с юности ходили в Заречном бегать на лыжах, а сейчас уже лыжи там не получить, но вот они до сих пор ходят и бегают. То есть прокат лыж был? Да, прокат, а зимой моста не было, поэтому, если были праздники, например, проводы зимы, то тоже такая цепочка людей тянулась, тянулась через... По льду? По льду, по тропин там прогребённой, и вот был такой отдых зимний организованный, он в разные годы по-разному проходил, то в Александровском, который был халтурин с МММ. И, ну, в принципе, ничего не поменялось, те же развлечения, выступления каких-то самодеятельных групп, лазание по намыленному столбу там за петухом или за сапогами, вот это было, и это не поменялось. Вот, а потом люди начали исчезать. Кстати, вот я говорю... А колесо обозрения в Заречном парке? Было, было, но есть фотографии где-то. Есть, да. По крайней мере, оттуда было на что посмотреть, вот, когда над вяткой поднимаешься, там всё-таки и панорама, простор, обзор, наверное, лучше, чем на ржавые дружины дома посмотреть. Вот. Вот. А я ещё замечу, что если вот у меня сразу зима-лето, то если летом в парке Ирова у оврага, у гостиницы Вятка, все склоны были усилены загорающими телами, то зимой не менее массовый наплыв был лыжник. Там была лыжня по периметру вот этого оврага. И вот столько, там дети на горках, кто-то на трамплине, кто-то бегал там, ну, коньковым ходом ещё не бегали. А так вот, и не поверите, чтобы попасть на лыжню, надо было стоять в очередь и ждать, когда будет пауза. Настолько был востребован у лыжников? Чтобы была пауза между лыжниками, надо было успеть. Ну, надо сказать, парк Кименкиров, он и сейчас в этом окажине тоже довольно востребован. И если там школьник, там школьник с горы катается. Бежал по лыжне, у него были деревянные лыжи навален, там бамбуковые палки, какое-то пальто ниже лен с меховым воротником и шапка из искусственного меха. И вот он на лыжах всё равно бежал. И очень часто говорили там лыжню и какой-нибудь спортсмен такой уже относительно профессиональный, то есть могли тебя согнать с лыжней. Ну, это может и сейчас элементы есть, но очень массовые. Лыжи были по воскресеньям большие. Лыжи можно было купить легко? Свободно? Да свободно, тем более здесь они производились. А так лыжи в школе выдавали. В принципе, даже не все обременяли себя покупкой, потому что на физкультуру выдавали. Вот был такой культ. Северный город, естественно, больше было. К тому же, если так, вместо массы отдыха были дворы. Они были для всех. А чего там? Собственно, по телевизору смотреть нечего было идти, было некуда после работы тоже. Поэтому дворы... Ну, понятное дело, что... А обязательно стол был? Что дворы деревянных домов там собирались люди, в 50-е годы выходили. Но пили немного и пили не водку. Чуть-чуть там бабушки какие-нибудь соберутся, они там чуть-чуть символически. Стол обязательно чего-нибудь вынесут, и пели песни всегда там. Это в выходной, да? Да, по выходным. Даже вот были такие коммунальные деревянные дома. Вот один из них, я помню, это угол тогда коммунистической Орла Маркса, напротив ботанического сада. То есть Орловская и Орла Маркса? Орловская, значит, коммунистическая? Нет, если на этой стороне, где вот сад через дорогу, там была коммунистическая улица в ту пору. Ну, Орловская она сейчас называется, да? Да. Двор был, конечно, выходили и все. А так вот с расселением из деревянных домов, это был конец 50-х, начало 60-х, Фрущев и еще раньше Сталин, и вот образовался дворовый культ такой. Обязательно, конечно, как вы сказали, был столик и мужички выходили, играли в домино каждый вечер. Причем на местном сленге, это называлось фишки, играть. То есть там даже попадали сколько? Там четверо, по-моему, играть одновременно могли, и остальные сидели, ждали своей очереди. Причем очень эмоционально стучали этими костями по столу, что бабушкам не нравилось. Они порой переносили подальше от окон, этот столик. Потом он снова появлялся по окону. Это домино не прятали. Они под столом, видимо, было местечко. И никто даже там самая отъявленная шпана не могла воровать, потому что это было святое, это был такой отдых. Но многие на заводах вот играли, в цехах, в домино. Тут там и дети. Зимой, например, были традиционными субботники, а не тоже отдых, потому что потом неформальное завершение субботник. Это было... И к тому же все дружили дворами. Почему еще это объединяло? Теперь вот соседи, соседи и не знают. Если знают, здороваются, этого достаточно. А тогда все здоровались, дружили, общались. Вот эти субботники, игра в домино, там это мероприятие. Они совместно сажали деревья, разбивали клумбы во дворах. Это тоже был отдых. Вот, и традиционно строили горку. Это началось... Во дворе. Это во дворах. В самых продвинутых ставили елку. Через дом управления находили, видимо, возможности для детей. И горку. А детей было столько, что вот... На лыжню очередь была... Всюду очередь. У нас, например, было столько детей в выходной день, что выходили с санками и съехать на горку. Надо было тоже минут пять. Тоже нужно было очень занять. Очередь, чтобы подняться и съехать. И на ногах, и так, и сяк. А если в двору везло, то и была хэйнная или футбольная площадка... А вообще, когда вот это массово начали появляться? Хоккейные коробки, площадки, всевозможные спортивные во дворах? Конца 60-х, конца 40-х, да? Конца 40-х, да? Начали тогда уже хэйн, вот когда у нас... Это была госпрограмма? Красная машина, лучшие хэйпиисты, вот этот ультхэйн, да, какое-то это строили, дом управления. Дом управления? Ну, нет, они не без помощи жильцов, конечно, все выходили. Но в любом случае государство на эти деньги выделяло. Обязательно, и даже инициировало. Вот. А дети... А что было сидеть им дома, когда они играли? Вот я помню там 86-102 счет футбол. Когда уже сил не было играть, то шли... Домой нельзя было, потому что загонят, упали пончики, были с повидлом по пять копеек. Упали эти пончики, съедали по пончику по два, а потом лон с водой они всюду были. Вот запивали этой водой и дальше играть в футбол. Подкрепились, ну давайте поехали. И там уже темно уже, там не мяч, а зимой в хэйпи, если не было, не все заливали лёд, поэтому в хэйпи играли с клюшкой, с мячом и Навалин. Просто бегали и забивали. Ну какой, ну какой, ну какой. Это полная темноты. У нас сейчас, прошу прощения, небольшой рекламы в середине часа. Давайте перейдёмся, очень скоро продолжим. Эта программа сделана в Вятке. Напомню ей, мы беседуем об отдыхе жителей нашего города несколько десятилетий назад. Евгений Питуниев, историк и ветруководитель Музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ветра клуба. Сделаны метки. Я так понимаю, кто-то слушает просто, а кто-то ностальгирует, да, сейчас? Ну, всё зависит от возраста слушателя по поводу отдыха советского гражданина в послевоенное время на примере нашего города Евгений Питуниев, историк и ветруководитель Музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ветра клуба. Сегодня с ним мы беседуем. Вот такое явление, как танцплощадка. Да, мы сейчас о нём вспомнили в перерыве. Совершенно непонятное, по-моему, современное поколение людей. Конечно. Дворовая пацанова возрослела, там пела эта группа «Реаль», мальчишкам надоело драться, мальчишкам хочется влюбляться. Поэтому переходили на танцплощадку. Ещё завершая тему дворов, вот пустили дворы, вот тоже запомнилось момент в один, когда люди подсаживались на сериалы, например, мужички стучали в домино. На сериалы? Это уже достаточно поздно, в 80-е годы, да? Бабки сидели на схемеях, и были открыты окна, у всех были чёрно-белые телевизоры, и вот эти позывные сериалы «Гляжу в озёра синие», или там ещё какой-то, ну, «Четыре танкиста» и «Собака», всё, дворы пустели. А, вы имеете в виду эти сериалы? Да, домино пряталось, футбольный мяч хватался и всё, двор пустел. Моментально все на два часа по домам сидели и смотрели. И также, когда в 8-15 были мультфильмы, один раз показывали вот за день, «Спокойной ночи» малыши тоже разбегались и всё. Ну, хорошо. «Спокойной ночи» малыши, в 9 вечера показывали. В 8-15. В 8-15? Да, начали. Хорошо. «Данцуем к танцплощадке». Да, со дворов, да, подрастали, это уже класса 7-го, 8-го, а то-то позже, ну, вот обычно многие приходили, начинали интересоваться танцами, интересоваться противоположным полом, а стало быть и танцами. Чем было хорошо, что вот сейчас нету в школах мероприятия, тогда школа это тоже была местом отдыха, потому что обязательно на 7 ноября, 1 мая, Новый год, осенний бал, вот у нас в 37-й было замечательное мероприятие, осенний бал. То есть школа украшалась листьями, вешали это там на двери, сейчас бы назвали баннеры, тогда на бумаге что-то там нарисовано. Что-то готовили, какие-то свежего урожая, угощения? Нет, ничего не готовили. Не готовили? Нет, только дизайн был. Да, а я вот в своей школе помню, мы еще к осеннему баллу еще и готовили, что-то еще, конкурс блюд еще был какой-то. Ну, это на домоводстве девушки приносили что-то, но не все рисковали пробовать у них. Мало ли что в этом, да? Ну, ладно. И поэтому школа была местом отдыха, но когда не было, то, конечно, ходили. Зимой это были дома культур, а еще были парки, масса была парков, их было намного больше, чем сейчас. Например, вот был парк Горького, это с инотеатром Октябрь, там тоже была своя жизнь, своя инфраструктура. Которые сейчас вроде как пытаются тоже привести в порядок. Была сцена, ушка, была танцплощадка, были там даже аттракционы все, был парк до того, парк работников, там, машиностроительного завода, он одно время назывался это вот. Если смотреть с площади на Дом Советов, где вот раньше дом квартиры первых секретарей в парке, вот между, скажем так, Московской Преображенской, там, Дериндяевой Карла Маркса тоже был парк. А сейчас от него чуть-чуть осталось, но и там были танцы все, был Коровский знаменитый парк. Коровский? Да. Клуб Октябрьская революция, это был синий такой дощатый клуб железнодорожников, вот его звали Коровский. И был такой же сад железнодорожник, там был и огромный пруд, и лот, и на парк, и танцы, и все-все-все. Поэтому в 50-е, 60-е были очень популярным местом эти пар, и были аттракционы, самые лучшие, конечно, были в Халтуринском, там были и комнаты смеха, и был, помню, такой аттракцион, это была типа циркового манежа, такая вот круглая площадка, туда люди заходили, упали билеты, заходили, и потом эта штуковина начинала вращаться. И главное, надо было устоять, и вот мужички там в шляпах, солидные дядь, и они, центробежная сила там, и самые хитрые, они у центра стояли, они валились, откатывались бортиком, вот это было интересно, выдавали машинки на прокат, вот в детстве даже можно было прийти в тот же Халтуринский парк, и мамы с маленькими детьми, вот этот педальный автомобильчик, там, т т т т т т, все, и были карусели, били сто 10 копеек, то есть это было, ну, комната смеха была зеркалами, были такие, даже для тех, кто постарше, были два самолета, серебряные рылья с красными звездами, два самолета, он подвесил, да, там два или четыре человека по два в самолет садились, они начинали крутиться, крутиться, быстрее, быстрее, и в итоге вот они как бы принимали положение боком земле, и... Испробовал на себе в свое время, это было захватывающе, вот, ну, сейчас тоже есть, конечно, аттракцион, я походил, посмотрел, но тогда как-то все это воспринималось по-другому, потому что не было такого прогресса научно-технического, и все это радовало. Остается буквально 4-5 минут, про танцы, 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 конечно, это первое место, все было хорошо, безоблачно, единственное, что весь город почему-то делился... Испробовал только летом, соответственно, да, летом до холодов до 11 вечера, после танцев еще хотели на пляж купаться по Старому мосту, самый популярный это был, конечно, танцпол в Халтуре, когда говорили, но опять, чем было чревато, такое было время, что молодежь города, она делилась на группировки по месту жительства, и районы между собой не очень дружили. Это когда вот это вот зародилось? Из какого района? Да, пожалуй, когда вот стали заселяться в 30-е годы из сел, из деревень, когда начало расти, вот тогда, чем там надо было позиционироваться, это не только вят, это повсюду, даже читаешь иногда старые английские книги, и там это было в городах, в Ливерпуле, в том же, вот, чтобы не допустить чужих к себе на территорию, на танцы куда-то, и все, но это было не смертельно, все равно все ходили, звери в водопое дружили во время танцев, хотя были моменты, и перец рассыпали, и бомбу бросали в джаз-бенд, который играл, они сворачивались, обижались, вот, тоже было очень хорошее время, а зимой в домах культуры старались проводить. Про дома культуры мы еще, да, успеем немножко поговорить. Были центрами, очагами культуры эти дома, где начинали от бабуш, там, и это, и вязания, огородников и прочее, ну, естественно, до танцев и спортивных. Лучше из лучших, это дом культуры был когда-то, тогда? 50-е, 60-е, 70-е. Да, больше по территориальности, то есть, они, может быть, были и хорошие, но мы, вот, если жили в центре, то мы не во все рисковали сунуться, а, да, вот, ну, космос был по тем временам хороший, а мы очень любили дом культуры 1-го мая. В ту пору гремел, там была хорошая музыка, играла «Синяя птица», вот, знаменитый был такой вокальный инструментальный ансамбль, поэтому было хорошее, безоблачное, веселое время такое, а потом начались сады 60-х годов, но это, отдых был, был чреват, потому что еще много... Имеем в виду мы садоводческие товарищи, да, садоводческие, да, садоводческие, да, садоводческие, да, понимаете, да, какой там, это сейчас там, это было естественно, это шашлык-машлык, там, зелень-мелень в садах, а тогда вот, например, в 60-е попробуйте пригласить, шашлык такой, мог такой занудного вида товарищ подойти и с блокнотиком, с рандашом и сказать, да, поставим вопрос о вас на собрании, вам государство не для того дало садового участка, чтобы на нем тут устраивать. Устраивать, да, танцы там, надо тут выращивать, пополнять, выполнять программу, ну, продовольственная позже была, то есть вот, не было такого... Начинали на них родители вопить, ну, да, там, лопни, утопчешь и все, то есть это был горбатый отдых, горбатый санаторий, там, после этого отдыха еще неделю в себя приходили на работе. Он был тотальный такой? Именно дачный такой? Тотальный, тотальный, все стремились отуживать сразу так вот дачный участок. Если ты работаешь на крупном предприятии, там еще завод или вуз там или что-то могли, а так вот люди не попадали. И когда дали послабление, в 90-е годы стали земли давать, все эти неудобицы, болота, непроходимые бездорожные чащи, ломанулись люди, стали брать по два-три участка к детям, внукам себе. И сейчас, если ехать куда-нибудь подальше от города, в сторону Юрии, например, там огромные массивы вот этих нахапанных садов, которые так в бездорожье и остались, и брошенными стоят до сих пор. Вот, и за границей еще было очень редко для избранных отдыха. За границей? Ну, давайте хоть пару слов. Да, начинался он где-то в 60-х, 70-х, чтобы выехать в страну, это даже Югославия, надо было съездить. Это же фантастик. Фантастическую меняли 30, если ехать, например, куда-то, меняли 30 долларов. В Югославии это хватало на 2-3 пластинки фирменные, на кроссовки и на просмотр эротического фильма типа Мэн Уэль. Это такой стандарт, да? Да, была целая фабрия. И везли с собой кофе, советские фотоаппараты, радиоприемники, и все. Но это было мифы. Ездили и в Индию, конечно, все. Но это собирали там всех родственников о том, что кто-то съездил в Болгарию, в Югославию. И, конечно, видели другое имя. А во Францию это вообще будто на Марсе побывали. Вот он начался в 70-е, 80-е. Было БММТ, спутник, бюро молодежного, это еще туризма, это в ОМЕ комсомола отправляли. Многие побывали и дисциплинировало, потому что знали, что если не будешь себя плохо вести, попадешь в отрезвитель, то никак выйти за границей, никакого отдыха. Но я думаю, продолжим, потому что тема необъятная. Да, тема необъятная, мы еще много чего не затронули. Я был бы рад, если бы кто-то вспомнил свою юность вот в этих небольших моих завязовках. Я же говорю, да, многие успели сегодня поностальгировать. Вот так отдыхали. Мы много десятилетий назад, жители нашего города, безусловно, мы продолжим эту тему, да, найдем какие-то интересные аспекты. Спасибо, Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВИАТГУ, президент ВИАТСКОГО РЕТРО КЛУБА. Всего доброго. Хороших выходных, всем свидания.